ФЕРМЕНТАЦИЯ Возыгнущих спину в виноградниках владельцев семейных компаний по производству вина всегда будоражит воображение покупателей. Виноторговцы всегда были рады заплатить за место в лучших винных бутиках. Но теперь деньги на это перестали жалеть и производители других продуктов. Слабоалкогольное, высококачественное, производимое в малом количестве на домашних производствах пиво столкнулось с требованиями рынка. Владельцы маленьких пивоварен стали предлагать уникальное, ароматное, плотное пиво. Мы не кичимся своим пивом, не стараемся изобретать что-то, чтобы у него был привкус земли под елкой или свежего конского пота. Просто люди любят что-то новое, поэтому и покупают продукцию маленьких пивоварен. Сейчас произошел бум живого пива. Пиво. Взгляд изнутри. ЖИВОЕ ПИВО Маленькие пивоварни за последние 20 лет прошли трудный путь. Палки в колеса развивающейся индустрии вставляли несознательные пивовары, делающие плохое пиво и высокие цены. Но сейчас появилось новое поколение людей с более утонченным вкусом, которые ищут новые неизведанные ароматы, и маленькие пивоварни вышли на новый этап своего развития. Чтобы удовлетворить требованиям рынка, ненасыщенного домашним пивом, профильные учебные заведения предложили студентам обучаться курсам пивоварения. Да, в институте мы учимся варить пиво, и все собираются открывать собственные пивоварни. Количество этих пивоварен будет расти, пока есть спрос на живое пиво. Маленькие пивоварни раздвигают границы пивоварения. Они постоянно пробуют что-то новое в маленьком количестве, то, чего не могут сделать большие пивоварни. Но давайте посмотрим на перспективы. Гораздо легче производить 500, 600 или 1000 литров ванильного портера в дубовых бочках, а потом продавать его людям, которые приходят в твой бар. Мы находим новых игроков на этом рынке, мы находим новых участников игры, создающих новые идеалы. Эти маленькие пивоварни порой появляются в самом неожиданном окружении. Там, где река встречается с морем, в устье реки Маргарет, в самом большом винодельческом районе Австралии. Пивоваренная отрасль развивается, и в этом регионе появляется все больше и больше маленьких пивоварен. Обладателем множества премий, владелец пивоварни Бутлягера нахально заявляет, что пивной оазис – это десерт к вину. Будучи одним из ведущих игроков на пивном рынке, он вторгся в самое сердце виноделия страны, где производится вина мирового класса. Как пивовар и человек, живущий среди виноделов, я постоянно пробую новое вино и машинально создаю пиво с учетом нового вкуса. Клиенты здесь куда более требовательны к вкусу пива. У них большой словарь, они способны описать оттенки вкуса нового пива. Мы узнали здесь много новых терминов. Из шести сортов пива, имеющихся здесь, больше всего похвал получает местный пилснер. Но есть одно пиво, которое в Бутлягере особенно ценится. Пиво «Булл» пронизано уникальным ароматом, его качество строго сохраняется. Это четырехсодовое пиво, обладающее плотным шоколадным вкусом. У нас есть пиво под названием «Сверепый бык» — темное пиво. Одни люди считают его портером, другие — стаутом. 7,1%. Это один из самых уникальных сортов пива из тех, что сейчас производится. Секрет «Сверепого быка» — это особый солод, который создает плотную консистенцию и придает шоколадный вкус. Пивовар «Крейг Саймонс» сейчас очень занят. Он отмеряет порцию английского темного жженого солода и австралийского обычного солода, которые пойдут в новую партию «Сверепого быка». Сейчас он два часа будет молоть зерно. Пиво будет вариться девять часов, потом бродить три дня. Настаиваться два дня, а через неделю его перельют в кегу. «Сверепый бык» готов. Это пиво популярно среди виноторговцев, которые заходят сюда, изменяя своим пристрастиям. Я ставлю пиво на стол не для того, чтобы доставить им удовольствие. Я ставлю его на стол, чтобы порадовать себя. А то, что им нравится, то же, что и мне, тоже приятно. Я выяснил, что люди в возрасте от 18 до 65 лет любят хорошее пиво. А варить хорошее пиво — это моя работа. Маленькие пивоварни нравятся людям тем, что пивовары делают пиво вручную. Все — стадии процесса. При этом они могут пробовать любые способы и менять состав по своему желанию. Когда супружеская пара Скотт и Аманда Морганы решили открыть для себя мир пивоваренья, они решили сделать себе имя на нишевом рынке и производить европейские сорта пива. Первое пиво, которое мы стали варить, — это немецкий сорт Альтбир. Мы делали его по дюссельдорскому рецепту. На рынке мы были мелкими рыбешками, так что решили занять единственную свободную нишу и делать то, чего не производят крупные пивоварни. Однако вскоре мы выяснили, что производить такое пиво очень выгодно, и быстро вышли на рынок. И, честно говоря, наше пиво пользуется спросом. Бизнес им удалось развернуть удачно, а затем они начали продвигать пиво на рынок. Всем владельцам небольших пивоварен приходится сталкиваться с серьезными препятствиями. Конкуренция высока. Наверное, так всегда бывает. Возможно, большинство людей на нашем рынке сдались бы. Скотт занимается всей технической работой, по образованию он механик дизелей. Я выполняю остальную работу, снимаю кассу по ночам. Я здесь, словно скорая помощь. Не испугавшись грозивших трудностей, Морганы упорно работают над своей задачей и варят высококлассное пиво. Второй сорт их пива – нефильтрованное, не пастеризованное пшеничное пиво. Пожалуй, Хейвайзен должен понравиться виноделам. Это изящное пиво. Но я не уверен, что его полюбят те, кто пьет пиво постоянно. Маленькие пивоварни обязаны изобретать новые сорта пива и поддерживать свой собственный стиль. Но это не значит, что они не могут достичь коммерческого успеха. Эта пивоварня получила золотую медаль почета в первый же год работы благодаря тому, что с умом подошла к процессу пивоварения. Фримантл – портовый город со славным колониальным прошлым, находящийся на западном побережье Австралии. Место, где открылась первая в стране, но весьма успешная маленькая пивоварня. За 150 лет пиво, которое варит в Сейл-Эн-Энкор, приучились пить люди всей страны. Думаю, нельзя судить о пиве по одному сорту. Как нельзя попробовать фруктовое вино и решить, что теперь все знаешь о винах. С пивом дело обстоит совершенно так же. Существует огромное количество разных сортов пива с разным ароматом, вкусом, плотностью и консистенцией. А мы стараемся предложить людям попробовать все. Мы стараемся, чтобы они побольше узнали о пиве, о его вкусе. Посетители постоянно подают нам новые идеи насчет того, каким должно быть пиво. И сколько бы раз они сюда не приходили, пиво каждый раз разное. Варить пиво в непосредственной близости к тем, кто будет его пить, не так просто. Пивовар тоже может ошибаться. Порой идешь в пивоварню с плохим настроением, и на пиве это сразу отражается. Производство пива – многоступенчатый процесс, и на каждом из них можно чуть-чуть ошибиться. Пиво обладает своей индивидуальностью и передает ваше настроение, поэтому приходится держаться. Ричард говорит, что есть две причины, по которым он любит варить пиво. Гибкость и многообразие продукта. Если мы решили, что пиво нужно изменить, или что нужно сделать сезонное пиво, для нас это не проблема. В отличие от большинства пивоварен, где есть производственные линии, и которые имеют большие обязательства перед торговыми сетями всей страны, а я могу сразу изменить градус пива и его сорт. Поэтому мне и нравится работать в маленькой пивоварне. По большому счету, все оценивают клиенты. А в маленьких пивоварнях собираются настоящие знатоки пива, которые всегда могут и похвалить, и обругать. Не думаю, что этот сорт пива любят только виноделы. Его спрашивают и те, кто пьет только пиво. Пивоварня Little Creatures производит замечательное пиво с момента своего открытия в 2000 году. Черпая вдохновение в домашнем американском пиве, эта компания сосредоточилась на производстве одного напитка, светлого эля, в который они добавляют особый ароматизатор. Да, одно из основных отличий между нами и другими пивоварнями состоит в том, что мы ароматизируем пиво хмелем. Более того, мы добавляем в пиво не шишечки хмеля, а его цветы, чего обычно не делают. Здесь используется хмель двух сортов – каскад и чинук. И у пивоваров есть определенные требования к цветам хмеля, которые они импортируют из Орегона. Цветы складывают в корзинки наподобие чайных пакетиков и погружают в несброженное пиво. И эти цветы передают Элю изысканные нотки цитрусов, грибфрута и маракуйи. В результате получается исключительно популярное пиво. Но Говард и его команда стараются превзойти самих себя, и их маленькая пивоварня работает неустанно. Сделать хорошо и опять сделать хорошо, ни в коем случае не снижать планку качества, не менять профи. У нас домашнее пиво, которое варят в котлах, так что возможны разные варианты, но только в рамках этого продукта. Хотя пивоварня Little Creatures успешно вышла на рынок домашнего пива, Говард признает, что пиво – напиток не для всех. По-моему, если тот, кто любит пиво Лаггер, попробует наше пиво, то он будет плеваться, потому что это два принципиально разных сорта. Рынок Лаггера очень великий, и он для нас закрыт. Но я разговаривал с людьми, которые работают на рынке вина, с людьми, которые любят кофе, с людьми, которые выращивают оливы. Все они считают, что у нас пиво хорошее. Более того, они его обожают. И стремясь удовлетворить требованиям гурманов, в торговом центре Ботшаткам открыли шумный ресторан, где посетителям предлагают современные блюда с пивом нового века. Это очень необычное место, атмосфера которого отличается от обычных пабов, в том числе от первой в Австралии пивоварни – исторического трактира «Георг V». Трактирщик Джефф Шарер живет по канонам, которые установили немцы для тех, кто хочет заниматься пивоварением. Не волнуйся, что не удастся все сразу продать. Просто торгуй в своей пивоварне потихоньку. Хорошо будет, если люди, которые придут издалека, смогут вдоволь напиться хорошего пива. Обширная коллекция пивных бутылок, принадлежащая Джеффу, не оставляет сомнения в том, что именно он считает хорошим пивом. Все это пиво сделано в долине Рейна. Баварский закон, относящийся к пивоварению, были написаны еще в средние века. Натуральное, нефильтрованное пиво обречено на недолгую жизнь. Его нельзя далеко возить. Без холодильника оно живет всего пару дней. В холодильнике неделю. Это не тот сорт продукции, который можно экспортировать. Это проблема. Так что пиво – не коммерческий продукт. Пивовар в четвертом поколении, ведущий свой род от немецких и швейцарских пивоваров, Джефф, очень внимателен к сохранению семейных традиций в своей пивоварне. Он импортирует из Германии сделанные вручную бочки и медные котлы, в которых варит свой лагерь и бок в условиях, максимально приближенных к баварским традициям. Этот пионер пивоваренья говорит, что на плаву ему помогают оставаться многочисленные любители пива, которые каждый раз находят в напитке что-то новое. Мы работаем 16 лет и каждый раз видим, как поражаются люди, когда понимают, что пиво обладает собственным ароматом. Иностранные туристы, приезжающие в Австралию, ищут самое типичное для страны пиво и находят его в столице. Это пиво класса премиум, о котором большинство австралийцев и не знают. Мы гораздо больше известны за границей, в иностранных представительствах, нежели здесь, среди жителей Кангера. Люди приезжают в Австралию и приходят к нам в Weekend Pen. Нас показывают по американскому телевизору, мы есть в американских журналах о пиве, в английских журналах, посвященных Элю. К нам приходит множество туристов, приезжающих в Кангера, чтобы оценить сорта пива, которые мы предлагаем. Преодолев сопротивление виноторговцев, микробиологов и кангерских бюрократов, Локи Макомиш, страстный любитель домашнего пива, открыл таверну и пивоварню Weekend Pen. Он нанял лучших пивоваров, каких смог найти, и пообещав им, что они смогут экспериментировать с пивом, как захотят. Стратегия Локи оправдалась. Weekend Pen выигрывает бесчисленные награды за качество пива. Однако, хотя Локи и достиг успеха, он не может дать никакого определенного совета другим пивоварам. Хорошего пива очень мало, потому что слишком мало людей, которые честно занимаются этим делом и производят высококачественный продукт. История маленьких пивоварен в этой стране в течение последних 20 лет оставляет желать лучшего. Через три года из десяти открывшихся пивоварен остается только одна. Один из главных людей в пивоварне Weekend Pen, который немало потрудился на ее благо, это бывший горный инженер, который оставил свою карьеру ради того, чтобы заняться пивоварением. Я думаю, Ричард лучший пивовар в стране. Ну, наверное, я покажусь нескромным, однако же, если бы не я, пивоварня давно бы загнулась. Weekend Pen, конечно, самая инновационная пивоварня в Австралии, если считать по количеству сортов пива, которые здесь пытаются производить. Кроме того, мы сами продаем пиво, которое производим, а значит, все пока делаем правильно. Мы применяем самые необычные способы. Добавляем в пиво фрукты, насыщаем пшеничное пиво банановым ароматом. В ячменное пиво кладем кориандр и апельсиновые зернышки, чтобы оттенить фруктовым ароматом горечь настоящего Эли. Мы знаем, что многие удивляются, когда пробуют это пиво, но в конце концов, если мы сделаем несколько кружек такого пива, и оно никому не понравится, то его всегда можно вылить. А теперь мы решили поближе познакомиться с австралийскими реалиями. Мы пойдем в паб, где все начиналось. Первые пивоварни в Австралии появлялись на ровном месте. При новых поселениях неизбежно возникают таверны и трактиры. Стоит лишь появиться первым домам. Старейший на континенте трактир, получивший лицензию, до сих пор стоит в южных предгорьях нового Южного Уэльса. В регионе, который впервые был зафиксирован на карте в 1798 году исследователями, собиравшими информацию для губернатора Хантера, который намеревался построить заставу, чтобы ловить каторжников, которые обычно бежали на юг. Когда сюда приехали первые европейские поселенцы, началось строительство общественного инженерного трактира. Бар был построен в 1834 году заключенными. Песчаник добывали они, и они же построили этот паб даже раньше, чем тюрьму. В этом доме много странного. Могу поклясться, что здесь живут привидения. На самом деле, поскольку бар построили раньше, чем тюрьму, то преступников сначала держали в подвале. Здесь находился временный острог для буш-рейнджеров и других разбойников. Говорят, что один из них умер в подвале, пока сидел здесь и ждал отправки в Сидней или Мельбурн. И с тех пор здесь бродят привидения. У тех, кто спускается в подвал, мурашки по спине бегут. Здесь, на дороге, около здания суда, была построена первая в Австралии веселец. Повесили Лукрецию Данкли, которая убила своего мужа. Ее повесили здесь, на дороге, так что здесь есть еще одно привидение, которое по ночам проплывает по деревне. Возможно, это и ее беспокойный дух, не знаю. В те времена пиво варили в разных тавернах. И когда построили этот трактир, то в нем тоже стали его варить. На этой земле было очень трудно вырастить ячмень и хмель, но в конце концов первые пивовары справились с задачей и развернули свое дело. Пионеры, основавшие штат Квинсленд, сначала вынуждены были бороться с удушающей жарой. Но, тем не менее, в местных барах вскоре ко всеобщему удовольствию стали продавать интересные и яркие сорта пива. Широкие веранды и открытые балконы характерны для этих австралийских пабов. Любопытно, что самый знаменитый паб в Квинсленде эту традицию не поддерживает. Брисбен Брэкфэст Крик Отель это сочетание разных архитектурных стилей, порой больше тяготеющих к французскому ренессансу, нежели к Квинслендской классике. Однако в этом здании сейчас работает еще одна маленькая пивоварня. Владельцы паба делают собственный лагер, причем варят его из светлого солода и распространенного здесь сорта хмеля «Гордость Рейнгвуда». Этому лагеру позволяют долго вызревать, прежде чем начинают разливать его в баре. Но есть еще один продукт, ради которого посетители бара Крик приходят сюда снова и снова. Это пиво из дерева, которое наливают здесь ежедневно. В конце 70-х все отказались от деревянных бочек и стали разливать пиво в стальные кеги. Это очень не понравилось завсегдатаем бара. Они заявили, что вкус их любимого пива «Четыре креста» сильно изменился. Они отправили петицию в союз пивоваров и в правительство. Этот случай рассматривался парламентом, и, наконец, пивовар Кэстл Мэйн Перкинс решил, что «Брэкфэст Крик Отель» может по-прежнему использовать дубовые бочки. Вот это пиво. Открывающиеся повсюду отели и пивоварни живо интересуются традиционными методами пивоварения и начинают варить собственное живое пиво. Когда в пивоварение придут выпускники университетов и начнут варить домашнее пиво, когда многочисленные профессионалы начнут уделять внимание процессу брожения пива, ароматы пива станут еще многообразнее. А пока те, кто вышел на растущий рынок пива нового века, готовятся встретить своих конкурентов. Фильм, переведенный, озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова